Четвертая заповедь Торы находится в книге Шмот, двенадцатая глава, вторая фраза. Месяц этот для вас первый из всех месяцев, первый он для вас из месяцев всего года. Здесь мы получили заповедь Кедуша Ходыш, освящение месяца. Месяцы в еврейском календаре идут по луне, и месяц начинается тогда, когда на небе видно серп луны, который до этого не был виден. То есть месяц заканчивается, когда луну полностью перестает быть видно на небе, и начало следующего месяца это когда заново видно луну. То есть здесь мы получили заповедь вести календарь, который нам необходим для того, чтобы знать, когда праздники. В Торе очень много вещей связано с праздниками, и дальше в Торе, например, в недельной главе Эмор, мы находим, что все праздники, они должны быть в определенное время года. Песох должен быть весной, Шавот во время жатвы, а праздник Сукот должен быть во время сбора урожая. Так как все эти вещи связаны с солнечным циклом, а здесь мы говорим про лунный календарь, который на 11 дней меньше солнечного, то у нас есть высокосный год. Это год, в котором добавляется 13 месяц, и таким образом корректируется календарь, так что Песох действительно все время выпадает весной, Шавот будет выпадать все время конец весны или начало лета, а праздник Сукот все время будет осенью. И здесь Всевышний дает право еврейскому народу устанавливать начало месяца, то есть в своем роде быть хозяевами над временем, а время – это наш жизненный путь. И как мы говорили в предыдущей части про заповедь Гида Наше, которая говорит о не совсем идеальной дороге, здесь мы видим, как Тора продолжает и говорит, что, пользуясь свободой выбора, вы должны стать хозяевами своего жизненного пути.